давайте сегодня поговорим на достаточно такую простую но во всяком случае для меня тему действия при переломах все знают что штука это противная неприятная болезненная сопровождается кучей неудобств месяц а то и больше в гипсе естественно это никому не нравится на самом деле сократить время нахождения в гипсе с месяца до 10 14 дней можно очень и очень легко и просто сейчас объясню как это сделать дело в том что организму в случае повреждения требуется в первую очередь материалы для восстановления поврежденных тканей если в случае повреждения мягких тканей организму есть откуда их быстренько скажем так перекинуть он просто берет собирает со всех мест понемножку по чуть-чуть скидывает в одно человек особых проблем не ощущает если только повреждения не обширные то вот в случае с переломом тут есть некоторый нюансик дело в том что если уж такая неприятность произошла это в первую очередь говорит о том что у вас извините хрупкие кости у вас недостаток кальция в организме в первую очередь что это начинающийся остеопороз да да дело в том что физиологически организм человека рассчитан на падение как минимум с высоты своего роста и должен абсолютно спокойно выдерживать прыжки и падения с высоты трех ростов это он должен выдерживать в принципе достаточно безболезненно а если вы умудряетесь но я не знаю сломать ногу поскользнувшись на ровном месте или руку упавши также значит у вас кости достаточно слабые а это уже не является физиологической нормой и в этом случае организму будет достаточно сложно откуда-то то есть резервов то у него как минимум уже нет ему приходится брать стройматериалы из других костей ослабляя их вывод то какой напрашивается надо организму дать необходимые строительные материалы это самое первое и основное есть еще один немаловажный моментик дело в том что когда случается перелом не просто трещина именно перелом происходит повреждение мягких тканей но внутри мы сейчас говорим о закрытом переломе и вот тут один очень интересный момент дело в том что кровь у нас она не стерильна в ней живут различные микроорганизмы крови кроме агентов крови и вот эти микроорганизмы попав на стерильный слом кости могут вызвать неприятные последствия с которыми организм вынужден бороться дело в том что он конечно это все хозяйство побеждает но время на это тратится силы на это тратится а силы это опять же время поэтому если случилась такая неприятность делается очень просто берется аптечный димексид берется лавандовое эфирное масло там же в аптеке в сумме этот комплект вам будет стоить рублей 100 120 но не больше то есть вообще копейки до разворачиваете инструкцию по димексиду читаете как он смешивается с водой вместо воды берете лавандовое масло смешиваете и все дальше делаете строго по инструкции то есть то есть наносите под лангету на место перелома какой что у нас этим достигается во первых димексид он ускоряет непосредственно сращивание костей раз второе он работает как мощное транспортное средство в одном из роликов непосредственно про димексид я это уже рассказывал сейчас повторю но что не смотрел он работает как мощное транспортное средство то есть у него огромнейшая проникающая способность вы можете намазать себе пятку димексидом и в течение нескольких первых же минут вы ощутите привкус димексиду себя в горле во рту то есть он всасывается мгновенно но мало того что он сам всасывается да спасибо вот вот миксид вот такая упаковка вот такой пузырек стоит он сколько тут есть ценник нет ценника вам по моему стоит что-то рублей 35 можете ошибаюсь но во всяком случае не сильно вот маслянистая жидкость замечательная вещь и так вот лавандовое масло вот такая вот упаковочка вот стоит уже подороже вот такой пузырек то есть ничего сверхъестественного нет при этом значит смешиваете наносите в один слой не надо втирать это все хозяйство ничего кроме ожога вы не достигнете вам достаточно нанести в один слой это все под лангету и все собственно но предварительно естественно проверьте на том участке кожи которую имеете свободный доступ то есть ну то же самое место но на другой ноге или руке или что у вас там с чем случилось или не у вас там ваших знакомых вот конечно будьте здоровы я рассказываю на случай если что-то уже случилось так вот значит пробуйте на коже если возникает зуд жжение необходимо сразу смыть значит лучше всего сначала смыть обычным растительным маслом а потом мыльной водой все правильно подобранная концентрация вызывает приятное тепло именно приятные ощущения если неприятно терпеть не надо лучше смыть поэтому аккуратно с этим делом потому что если нанесли под у вас там начался зуд и жжение то будет уже достаточно сложно смыть оттуда нанесли димексид проник проникая в ткани сам тащит за собой лавандовое масло чем в данном случае нам лавандовое масло так интересно дело в том что она является очень хорошим дезинфекцирующим средством она в активно в отношении достаточно широкого спектра различных гадов и паразитов не буду сейчас заморачиваться медицинским языком вот но обеззараживает она очень сильно причем настолько сильно что если вы сможете какую-нибудь ссадинку лавандовым маслом да у вас это ссадина не будет заживать достаточно долго почему потому что агенты крови тоже попадают под влияние но если вы снаружи мажете скажем так у вас соотношение получается достаточно большое много лаванды и маленький пятачок на коже то когда проникает все это в ткани там буквально несколько капель лавандового масла с кровью у вас ничего не происходит зато дезинфицируется поврежденное место именно внутри тем самым обеспечивается стерилизация это раз то есть организму этим жизнь мы уже облегчили теперь значит следующий момент стройматериалы где взять стройматериалы со стройматериалами все очень просто вам требуется в первую очередь кальций но мел или глюконат кальция здесь не подойдут в принципе почему потому что что в глюконате кальция что мел это кальций неорганический он у вас не всосется в лучшем случае он будет просто выведен организмом через кишечник в худшем случае среагировав с кислотами желудка и не дай бог всосавшись в кровь он у вас выпадет нерастворимым осадком в почках вам это надо наверное нет вот творог знаете ли тоже кальцием на самом деле богат неорганическим творог богат исключительно метионином вот это аминокислота которая способствует как раз таки усвоению кальция но опять же кальций в твороге неорганический и только детский организм в состоянии использовать все что находится в твороге только детский организм взрослого уже не в состоянии у него уже ферментов не хватает детская ферментативка она другая немножко так вот в качестве источника кальция причем как мы поняли уже кальций нужен органический кальций кроме кальция соответственно нужны сопутствующие аминокислоты микроэлементы минералы то есть весь комплекс нам нужен да поэтому самое простое взять сушеную воблу или сушеного леща с костями с чешуей можно вместе с кишками все это дело прогнать через блендер и кушать ложками столовыми вы думаете фу и не понравится ничего подобного будете трескать за милую душу потому что организму это надо и там вы получите уже сразу вы получаете и кальций из костей вы получаете аминокислоты все вы все получаете сразу в одном комплексе если по каким-то причинам вам это не подходит значит не вопрос ну мало ли может быть вегетарианец рыбу вы не едите ну что ж есть выход и для вас есть такая замечательное замечательное растение я вам сейчас напомню она упоминается в сказке сим сим откройся помните что такое сим сим это кунжут вот вам нужно семя кунжута там очень большое содержание органического кальция по сравнению со всеми остальными растительными продуктами самое высокое содержание кальция именно органического если вы будете смотреть проверяя меня различные таблицы содержания различных элементов вы учтите что таблицы когда составлялись там давалось соотношение непосредственно самих микроэлементов и не учитывается органический вид там у них или неорганический а это имеет большое большое значение вот соответственно берете семя кунжута в магазине оно сейчас продается что стоит ну 120 по моему рублей за килограмм опять же прогоняете через блендер его надо смолоть потому что оболочка семечки кунжута не даст ему раствориться в кишечнике оно просто стратификацию пройдет и все вот и точно так же кушайте ложками этот кунжут если вы не вегетарианец и совместите кунжут молотый с молотой рыбой будет еще лучше все это практически вся диета которая ускорит вам сращивание костей с месяца полутора до десяти четырнадцати дней все никакой фантастики больше ничего не надо всего лишь достаточно дать организму то что ему требуется в данный момент почему врачи этим не пользуются а их не учит этому никто их разве учат тому из чего состоит рыба диетолог еще может быть это знает а врач нет врачу не рассказывают в мединституте о том какие вещества содержатся в кунжуте любой огородник об этом знает больше чем врач вот и все но есть и второй момент если вы проходили полтора месяца в гипсе то через полтора месяца вам необходимо восстанавливать двигательную функцию мышц именно поврежденной конечности а это знаете ли что массажик который стоит уже тоже немалых денег и этим кормятся люди которые сидят где-то там же в травматологии в соседнем кабинете бизнес знаете ли а я вам даю бесплатно но если кто меня поблагодарит так я тоже буду не против вот так все просто это вот так и в меру и вот так все я думаю это очень жареный и мы изучаем гонку пойду вот после Продолжение следует...